Уникальная площадка для географического диктанта «Истоки Кубани» открылась в Учкулане в Народном музее истории культуры карачаевского народа имени Джанибекова. Желающих писать географический диктант в высокогорном ауле в первой светской школе карачаев. Кроме самих учителей, учащихся и жителей Учкулана было немало. География – это не просто дисциплина и область научного образования. География – это большие просторы Российской Федерации, это наше богатство, то, что мы должны хранить, то, что мы должны беречь и отстаивать. И, конечно же, если вот такими замечательными просветительскими мероприятиями, мы надеемся, что вот здесь и молодежь, и дети пишут здесь в старинных партах, за которыми сидели 150 лет тому назад наши предки. Я думаю, что вот эта традиция передачи науки на разных уровнях, передачи просвещения, образования, я думаю, что будет и дальше развиваться, если мы вместе совместно будем прикладывать для этого усилия. С днем преподавателя высшей школы и другими важными датами, которые совпали с днем проведения международной масштабной акции, собравшихся поздравил ректор КЧГУ Таусултан Узденов. Все, кто занимается высшей школой, а учителя, все учителя это выпускники и нашего университета, и других фузов Российской Федерации, они имеют непосредственное отношение к просвещению, к образованию. И еще это совпало с годом педагогического работника и наставника в Российской Федерации. Все эти символические даты, соединившись здесь, как две струи Кубани, соединяясь и основывают нашу замечательную, символическую, близкую для нас всех реку Кубань, так и соединившись вместе, мы делаем образование, культуру, науку нашего народа, нашей великой России. Поздравляю всех с началом замечательного диктанта. Еще одна площадка в республике открылась в Архызе. Инициативу провести акцию в горах проявил молодежный клуб под руководством Елены Чучаевой. Писали диктанты и на базе школ. Всего в этом году в республике зарегистрировалось 45 площадок, а центральная традиционно была организована в Кучегу. А до начала диктанта провели викторину. Сейчас до начала самого диктанта давайте немного разогреем нашу память, попробуем отгадать некоторые загадки, ответить на вопросы и получить сувениры с логотипом Крачево-Чекинского Должного Университета или Русского Георгинического Общества. Вопросы сейчас будут, которые были в самом диктанте в 2015-2020 годах. Так что ждем аналогичные вопросы и на самом диктанте. Где в России располагается самая длинная в мире троллейбусная линия, проходящая к тому же в горах? Кто ответил правильно, получил сувениры, а остальные узнали много интересного о нашей большой родине. Часть вопросов викторины касались географии только нашего региона. Вопросы будут касаться только Карачаева-Черкесии, знания нашего региона. Какой перевал, ну лучше, конечно, перечислить все перевалы, на которых проходили беспрецеденты бои во время Отечественной войны. Но какой из этих перевалов преодолели немецкие войска и были остановлены уже на южном склоне перевала? Какое самое глубокое озеро, высококорное озеро в Карачаево-Черкесии? Самое глубокое? Большой Малужинский? Правильно ответила. Для написания диктанта. Спасибо. Улум-Уруджинское озеро, 41 метр. Девятый год подряд за рубежом в России и в нашей республике проводится географический диктант и неуклонно растет как количество площадок, так и людей, которые проявляют интерес к знаниям. Ежегодно мы отмечаем поступательное продвижение количества заинтересованных людей, которые склонны, значит, к овладению географическими знаниями. Сейчас хочу поздравить наших сотрудников высшей школы. Сегодня у нас праздник. Некоторые факультеты уже это отмечали, например, наши педагогические. Пожелать им, нашим педагогам, сотрудникам благополучия, успехов творческих и, как говорится, в личной жизни и в работе. Ну а нам всем пожелать, чтобы мы удачно написали этот диктант. Я к своему стыду признаюсь, из тех вопросов, что вы задали, я на два имел ответ и на один из ваших вопросов. То есть мой уровень знания врача и черкесе тоже желает стать лучше. Ну всем нам удачи. Всех я благодарю за то, что вы приняли решение принимать сегодня участие здесь. В следующий раз приглашайте всех мам, пап, сестер, братьев, невест. Всех приглашайте и женихов. Взяв бланки и приготовив ручки, собравшиеся сосредоточили внимание к вопросам, которые в этом году озвучивали Олег Газманов, Дмитрий Харатяна и телеведущие Анастасия Чернобровина. Вопрос номер 10. Детеныша какого животного, живущего среди морских льдов в арктических широтах России, по мере его взросления в народе сначала именуют зеленцом, затем хохлушей и серкой? А. Детеныш белого медведя. Б. Детеныш тюленя. В. Детеныш верблюда. Вопросы касались не только географии. Несколько из них пересекались с литературой. Одно задание было посвящено барону Мюнхгаузену. А некоторые вопросы сопровождались иллюстрациями, по которым можно было определить объекты на карте. Для ответа на вопросы географического диктанта требовалось применить не только знания, но и образное мышление, логику и, конечно, эрудицию. Альбина Байчорова участвует в данной акции во второй раз. Ну, во-первых, я сама учусь на этом факультете. Я географ-биолог. Я со школы очень люблю географию. Вы проверили знания, и какую оценку вы себе предварительную могли бы поставить? Себе бы я поставила твердую троечку, потому что есть куда стремиться, есть что изучать, и много чего нужно еще изучить и узнать. Диктант писал Ясхат Лайпанов, и ему больше запомнился вопрос. Я специалист по вулканам, вулканок. Там это озеро Троицкого, там в кратере вулкана «Малая семья», «Мячки», «Содное озеро». И по нас это просто с геологами, там с алмазной шахтой, и это в городе Мирный. Вопросы географического диктанта затрагивают смежные науки и бывают приурочены к историческим местам, памятникам природы и истории. Что дают эти диктанты, на ваш взгляд, участникам? Ну, во-первых, они дают познание своего государства, познание России. Потому что Россия по географическому разнообразию – это уникальная страна. Она не только по площади, пятая часть территории планеты, но и по разнообразию, по биологическому, географическому разнообразию. Социальному разнообразию, этническому разнообразию – это страна, страна-феномен. И, конечно же, знание географии не только этой страны, но и на более широком уровне – это обязательно. Это воспитывает и патриотизм, это развивает и миграционные потоки, миграционный туризм. Это у нас намного привлекательнее территория по природе, чем многие страны мира, которые считаются злачными в туристическом отношении. Диктант, он расширяет кругозон, формирует современное мировоззрение, которое дает возможность ориентироваться в современной геополитике. И, конечно же, печально смотреть на тех политических деятелей, которые невежественны в географическом отношении. А какой вопрос сегодняшнего диктанта вам больше понравился? Мне не все понравились, потому что по каждому вопросу приходилось задумываться. Они составлены профессионалами. Профессионалы не только вкладывали свой уровень познания, но и эмоциональный такой характер они носят эти вопросы. Они заставляют задумываться. И даже бывает вопрос, на который очень сложно ответить, но какой-то проблеск в самой формулировке вопроса, он наталкивает на ответ. Поэтому надо его внимательно читать. Центральной площадкой географического диктанта с 2015 года является КЧГО, которую традиционно организовывает региональное отделение РГО и университет. Шамиль, расскажите, сколько лет занимаетесь организацией географического диктанта и какая работа проводится у вас? Ну, если говорить об организации, то первый диктант я писал в Москве, тогда проходил фестиваль РГО. И вот с 2016 года я организатор диктанта на площадке Карачево-Черкеского госуниверситета, центральной площадкой республики. Ну, и университет помогает брать отдел молодежной политики со всем. Вот сегодня вот волонтерский корпус присутствовал, помогал с раздачей бланков, ручек всего со всеми вопросами, плюс организация основной площадки, установка проекторов, всего этого. А также председатель консультативными вопросами поддерживает. Если говорить о площадках, вот девятый год мы тут организуем, и из года в год у нас как бы идет тренд на улучшение. Вот сегодня, если смотреть на реакцию самого зала, как они отвечали на вопросы, была большая вовлеченность всего этого. Я думаю, что им понравилась и викторина, и сам диктант. Я надеюсь, что в следующем году они благодаря этому еще раз приедут. Это стопка бланков. Вот все участники, которые сегодня писали диктант, сдали бланки ответов в дальнейшем. Все бланки у нас анонимные, они смогут узнать свой результат только по уникальному номеру. Самый сложный для вас вопрос сегодняшний, над которым вы ищете ответ теперь. Ну, их было несколько. Несколько их было. Вопросы, связанные с географическими объектами, они для меня более легкие из-за того, что у меня географическое образование. А если говорить вот про какие-то города, про то, где что добывали, про то, что изображалось на гербах, я не знаю же герба всех городов. Это местные жители могут их знать. И вот вопрос про, кто находится на гербе этого города, там соболь или медведь, у меня вот как бы ощущение осталось. Приеду домой, посмотрю в интернете, что это за животное изображено на гербе. Я посмотрела в интернете медведь. Медведь. Значит, я правильно ответил. Это тоже. Кому-то понравился вопрос про произведение Пушкина, которое он посвятил одному из городов России. А кто-то после географического диктанта перечитает биографию Лермонтова. Но, несомненно, каждый участник ушел с вопросом, на который он хочет знать точный ответ. Алладинаева, Олег Молхожев, Аслан Гирюгов. Вести Крачево-Черкесия.